Золотой год, ребята, у вас есть всего один год, не просрите его, это очень важно. Привет, народ, меня зовут Евгений Пугач, я на данном канале, как всегда, рассказываю про бариатрической операции. Я, бариатрик, со стажем сделал две бариатрической операции, те, кто знает, знает, те, кто не знает, вкратце. В 2011 году я сделал резекцию желудка, в 2018 году я сделал шунтирование желудка с починкой грыжи, я уже про это рассказывал. Сделал операцию не потому, что я поправился ни в коем случае, нет, 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 я сделал вторую операцию именно потому, что у меня появилась грыжа и также всякие разные побочки после этой операции. Первая операция сломалась, короче, ребят, я у себя в группе в Телеграм, у нас с этой группой, сходите, присоединяйтесь, а много ребят, кто сделали бариатрической операции. Я прям пытаюсь вам вдолбить в голову, ребята, не просрите, у вас есть год, максимум полтора для того, чтобы скинуть вес. Если вы не сможете сделать это в течение года, максимум полтора, вам не поможет ни первая, ни вторая, ни третья, ни 25-я бариатрическая операция. Уясните это и поймите это. Я пытаюсь прям докричаться до ваших мозгов, до ваших умов. Ребят, у вас есть всего год, теперь у вас могут появиться вопросы. Женек, кто-то такой, ты что, медик? Ребят, я не медик, я не даю медицинские советы, я даю свои советы по жизни, а пользоваться ими или нет, решать только вам, если у вас есть какие-то сомнения. Я хочу, чтобы у вас были сомнения, потому что если у вас есть сомнения, вы в конце концов найдете истину. Окей? Поэтому, ребят, если есть вопросы по медицине, спрашивайте, пожалуйста, их только у вашего лечащего врача. И ни у кого другого, и только лишь у него, не каких-то там потенциальных врачей, а именно только у вашего. Так вот, почему же я говорю, что у вас есть год-полтора? Все на самом деле, ребят, очень легко и просто. Как мы знаем, что любая бариатрическая операция в кавычках работает год, максимум полтора. После этого может идти, скорее всего, это будет набор веса обратно. Поймите, бариатрическая операция, ребята, это как я сейчас дам очень грубый совет, но хочу, чтобы вы его уяснили. Это примерно то же самое, когда человек переносит очень тяжелую аварию, и после этого, после этой аварии он просто разучивается ходить. Его учат ходить и дают костыли. И вот эти вот костыли, он с помощью этих костылей, неважно, это кресло какое-то, опора, неважно. Просто для примера берем костыли, учится на них ходить. Как только он научится ходить на своих ногах обратно, он костыли выкидывает. Так вот, бариатрическая любая операция, это как костыли для того, кто перенес аварию. Вам операция дает что? Вам дает возможность и второй шанс, всего второй шанс начать жить заново. Если вы в первый год не научитесь правильно кушать, у вас ничего не получится. Ребят, никакая бариатрическая операция вам не поможет. Мой от себя дружеский совет. Пересмотрите все мои видео. В них есть обалденные советы, которые я могу вам дать и рассказать. Очень много видео, которые у меня есть, они основаны именно на моем и на вашем опыте. А кто такие вы? Это зрители моего канала, которые спрашивают у меня в личных сообщениях, оставляют комментарии. Ребят, у меня в голове очень много информации об бариатрии, статистике и прочее. Спрашивайте, я смогу вам ответить. Так вот, вам надо, перед тем, как вы делаете операцию, я очень верю и надеюсь, что это видео посмотрят также ребята. Основная масса их будет до бариатрической операции. Потому что если вы подумаете так, ха, ну я сделаю операцию, я же буду худеть, операция будет работать. Ребята, операция не работает. Операция должна помочь вам и вашим мозгам осознать, что мне не надо жрать для того, чтобы жить. Мне это не надо. Мне не надо тазик оливье. Мне не надо поутру шаверма и бутылка колы. Нет, это вам нафиг не надо. Вы сможете понять, что вы сможете жить нормально, при том, что вы будете кушать количество еды вот этого вот стаканчика. Поймите, ребят, никакая операция вам не поможет, если вы в голове, не уясните. Поэтому если вы решили идти на бариатрическую операцию, ребята, круто, поздравляю, идея обалденная. Поймите, это то, что вы будете есть максимум через 2, 3, 5 лет. Я уже 12 лет после операции. Это примерное количество, которое я ем. Да, я могу позволить себе больше. Да, я могу позволить себе больше. Но я знаю, что если я позволю себе сегодня больше, чем этот стаканчик, завтра я просто буду есть меньше, чем этот стаканчик. И все. То есть я уже научился контролировать. Окей, свои желания, свое питание. Посмотрите, каким я был. Боров просто, жесть такая, 180-килограммовая хрень. Шеи не было. Дружка не видел. Сегодня вижу, шеи нет. У меня все хорошо. Окей, поэтому учтите, операция никакая работать не будет, если вы в голове для себя не поймете, что, ребят, вот это вот у меня есть год, и мне нельзя его просрать. Поэтому я всегда говорю, грубо, не просрите. У вас есть всего год, максимум полтора, чтобы начать себя вести по-другому. Ну, ведь вы сейчас скажете, женек, ну я же делаю операцию, а что я буду страдать? Ты не будешь страдать. Ты будешь кушать хорошо. Ты будешь кушать лучше. И ты, значит, в конце концов поймешь, что твое тело, это не мусорка, в которую надо пихать всякое дерьмо. Это твой организм, который тебя поддерживает. Ты поддерживаешь его, он поддерживает тебя. Ведь вы же. И ваше тело одно целое. Правда? Личность, душа, тело. Но это уже всякая философия или же демагогия. Можем мы эту тему говорить много или даже, скорее всего, вечно. Так вот, ребят, у вас всего год, чтобы сделать свою жизнь после бариатрии хорошей. И мой дружеский совет, зайдите к нам в группу в Телеграм, почитайте правила обязательно. Посмотрите все мои видео. Ведь в каждом видео даже бариатрик может подчеркнуть для себя много нового.